Правительство рекомендует улучшить инвестиционную привлекательность регионов. Число новых проектов, реализованных за счет государственных программ, должно снижаться. Задача местных властей – привлекать как можно больше частных денег. Дамир Абуов об отчете Кабмина и экономических победах за полугодие. Стоимость черного золота, несмотря на июньские колебания, остается относительно стабильной. Подорожали и основные металлы. Активизировались рынки у наших основных торговых партнеров. Все это отразилось и на экономике Казахстана. По словам Тимура Сулейменова, рост ВВП за полгода превысил 4%. Исходя из анализа за последние 5 лет, порядка 60% ВВП формируется за счет 3-го и 4-го квартала. В этой связи задача предстоит еще большая. И нам необходимо вместе с Акиматами продолжить реализацию государственных программ и привлечение частных инвестиций. Инвестиции, кстати, наряду с промышленностью, строительством и торговлей, стали ключевым драйвером экономического роста. Их объем по итогам 6 месяцев заметно вырос и превысил 3 триллиона тенге. Но еще больше в этом полугодии удивил экспорт. На 37,6% вырос экспорт, составил почти 20 миллиардов. Это значительный рывок. Мы наблюдаем рост не только в традиционных нефтегазовой отрасли, в отрасли твердых полезных ископаемых. У нас по ряду отраслей глубокой переработки по кондитерским изделиям, по рису. Наряду с производственным сектором положительная динамика наблюдается в сфере услуг. Так, в транспорте и складировании рост составил почти 4%, а в системе информации и связи – 2,5%. Данные показатели говорят о восстановлении потребительской уверенности и спроса. На этом фоне поднялась вверх и среднемесячная заработная плата. Ее уровень за отчетный период – 140 тысяч тенге. На финансовом рынке тоже все достаточно неплохо. По итогам второго квартала БВУ выдали больше 12 триллионов тенге кредитов. С каждым месяцем займы становятся доступнее, так как базовая ставка Нацбанка с начала года снизилась с 17 до 10,5%. Говорили на заседании Кабмина и о бюджете. Доходы государственной казны за прошедшие полгода составили 3 триллиона 407 миллиардов тенге. В то же время неосвоенными остаются 30 миллиардов. Более того, из-за позднего проведения конкурсов и заключения договоров неосвоенными могут быть деньги по 60-ти бюджетным программам. Мы сейчас поднимаем этот вопрос, чтобы в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством государственных закупок администраторы, не дожидаясь сроков, уже проводили все необходимые процедуры для заключения договоров и принятия обязательств. Поэтому мы акцентировали это внимание для того, чтобы своевременно освоить выделенные бюджетные средства до конца года. По итогам заседания глава правительства поручил постоянно вести мониторинг освоения бюджетных средств и поставил перед всеми задачу не расслабляться, ведь вся работа по улучшению показателей социально-экономического развития еще впереди. Домирабуф и Мирамбек Ахмаханов. Итоги дня.